Такси, которое нам обошлось почти в 30 тысяч рублей. Это был ужас. Повсюду были эти маленькие мошки. И мы тогда вызывали скорую. Это все потом может выйти в очень немаленький чек. Спасательный какой-то набор. Все труселя у наших соседей оказались на газоне. Она выручала нас всегда. Когда в Мексику летали 17 часов, все в ход шло. Аптеку очень удобно собирать именно в таких пакетах. Какая у нас коляска. Спокойная мама, спокойный ребенок. Привет, красотки! Вы знаете, что мы довольно часто активно путешествуем. На нашем счету уже больше 100 перелетов. Более 17 стран. И тот факт, что у нас есть маленькие дети, нам не мешает это делать. И именно поэтому у меня созрела идея для такого видео. Я хотела бы поделиться с вами самыми важными вещами, которые мы берем из путешествия в путешествие. Какими-то лайфхаками. В том числе и для путешествий с детьми. Нашим опытом. Сегодня будет много историй интересных, много наших ошибок, которые на самом деле очень даже были, конечно же, во благо, потому что мы получили такой опыт классный. И теперь можем не допустить точно такого же. Стали умнее и мудрее. Для большинства людей сборы чемоданов в целом поездки – это сплошной стресс, это куча страхов, что-то важное упустить, что-то не взять, или наоборот взять слишком много, то, чего не пригодится вообще. И мы, конечно, не исключение, но мы постарались все это максимально организовать, систематизировать, чтобы вот эти сборы не вызывали у нас лишней паники какой-то. И сейчас любая наша поездка – это просто список действий, которые мы должны сделать, все автоматизировано. Мы не надеемся на свою суперпамять, что мы там все вспомним, поэтому у нас все записано, особенно когда у тебя двое детей. Реально нужно, чтобы все было на бумаге, чтобы ничего не забыть. И на первый пункт, самый вообще топ, самое важное, что я вам сегодня скажу. Ну, не хотелось бы, чтобы вы после этого заканчивали и закрывали видео. Нет, у меня все видео будет полезное, поверьте. Но реально самое офигенное, что я вам сегодня в этом видео дам – это наша таблица для путешествий. Чтобы вы понимали, это не просто таблица, где есть список вещей, которые нужны именно нам. Ну, то есть, типа, штаны белые, Саша, трусы черные, Денис. Нет, эта таблица – это просто, мне кажется, пособие, это кладезь информации о том, что нужно не просто взять с собой и конкретно в ручную кладь, и конкретно в самолет. Помимо этого, там еще есть списки и пункты того, что необходимо сделать до выезда из дома, например. И это обычно в голову тебе сразу не приходит. Ты обычно думаешь, вот, мне нужно собрать чемодан, ручную кладь, дай бог подумать о размерах этих. Но вот про какие-то организационные моменты, про какие-то бытовые вещи люди забывают. Вы прямо сейчас можете спуститься в описание, открыть эту таблицу. Мы сделали ее для всех в открытом доступе. Честно, можно было за нее и денежки брать, потому что она продуманная до мелочей, она реально очень удобная. Но, конечно, нужно адаптировать все немножко под себя. То есть какие-то пункты там просто будут отсутствовать, потому что я, это не вы, и это нормально. Вот банально мы сталкивались, например, с какой-нибудь ситуацией, с какой-нибудь проблемой. По-моему, это случилось, когда мы летели в Мексику. У нас случилась задержка рейса, там произошла какая-то пересадка долгая, и нам нужно было экстренно, так сказать, где-то побыть в Москве. То есть мы сами из Екатеринбурга, мы едем в Москву, и там случилась долгая пересадка. Нам нужно было переночевать в Москве, а для этого нам нужно было заселиться в любой отель. И с какой проблемой мы столкнулись? С такой, что мы взяли только загранпаспорта. Нам же для полета в Мексику нужны загранпаспорта, а не российские паспорта. Но заселить в отель в России могут только по российским паспортам. И это правило строго соблюдается везде. Мы потратили много на это времени. Мы, получается, будучи в аэропорту, уже забронировали отель. И так для нас это была как бы, да, стряска такая, свистопляска. Выбрали этот отель, мы были с Евой, более маленькой еще, чем сейчас. Доехали до туда на такси, все это организовали. Приехали такие, фу, думаем, ну сейчас расслабимся. И нас просто не заселяют. Как бы мы ни уговаривали, как бы мы там не просили, фотки не подошли наши, объясняли ситуацию, сказали, нет, это строго. И мы просто начали искать какой-то хостел, где можно заселиться без паспортов. Вот такие вот мелочи, которые нифига не мелочи. Мы ошибаемся, например, и потом обязательно свой вывод заносим в эту табличку. И тоже был один момент, например, как мы попали на, по-моему, 1028. Столько стоило такси в Швейцарии, чтобы вы понимали. Такси-трансфер, можно сказать, которое нас всего лишь 40 минут довезло до точки, куда нам надо было. Почему? Потому что на самом деле мы должны были ехать на машине, которую должны были арендовать в Швейцарии. По месту, да, то есть мы прилетели, и Денис такой достает свои международные права, такой думает, классно, я продумал, я молодец, взял международные права. А нужны были еще и российские. Казалось бы, они не понимают русский там язык, какие-то обозначения, зачем, вот международные права. Но нет, важно еще подтверждение было российских прав о том, что Денис водит машину, и только тогда бы нам дали машину на прокат там, в Швейцарии. Просто нам нужна была машина доехать до нашего маленького городка Гриндельвальд, кто помнит. И просто мы заказали такси, которое нам обошлось почти в 30 тысяч рублей, просто потому что нам надо было доехать. А поезда тоже нужно было сколько-то там ждать, когда ты с ребенком, ты не имеешь столько времени. Ну то есть вот такие вот косяки. Сейчас у нас произошел небольшой апдейт, я тут достала листочек один, по тем вещам, по тому списку, который нужно сделать в день нашего отъезда и за день до нашего приезда. Это тоже мы продумали вот буквально недавно. Такая возможность у нас появилась тоже недавно, потому что у нас сейчас няня на постоянной основе. И когда мы уезжаем, то есть в наши путешествия, мы ей 100% оплачиваем оклад. И таким образом мы можем ее просить, например, приехать в нашу квартиру за день до нашего приезда и сделать некоторые вещи. Она у нас просто няня-помощница по дому, поэтому это входит в ее обязанности. Можно попросить кого-то из родственников прийти и сделать так, а можно сделать просто самим. Мы это просто делегировали, потому что это часть ее задач. Например, такие вещи, как сделать в день отъезда. И обычно на это остается, знаете, последние полчаса перед выездом уже в аэропорт, и ты такой начинаешь суетиться, а еще я мусор не вынес, окна надо все проверить. Например, такой пункт, как выбросить всю готовую еду и овощи, фрукты, все, что может гнить, либо забрать себе, если они в нормальном состоянии. То есть няня может забрать себе, если остается какое-то количество, например, яблок, они нормально выглядят, да, то есть они не гнилые, все, их можно забирать. Если что-то начинает тухнуть, все выбрасываем. У нас был на эту тему случай. Притом мы подготовились еще нормально, мы выкинули все из холодильника, но так произошло, что у меня сестра должна была заехать на какое-то время, пока нас не было в эту квартиру. И мы оставили для нее ключи, она заехала и совершенно, конечно, не задумывалась о таких вещах, что после ее отъезда, она буквально там на пару дней остановилась, квартира будет еще пустовать 10 дней. А это было лето, и она заехала со своими бананами, что-то там, какая-то была еще еда, и просто оставила, видимо, банан на столе, даже не открытый с кожурой. Но так как это был период летний, куча дрозофил, мы приезжаем, это был ужас. Повсюду были эти маленькие мошки. Вместо того, чтобы прийти и завалиться спать, мы не могли так, конечно, спать, мы все это мыли, чистили, убирали. Цвет, чтобы был везде выключен. Ну, у нас есть мастер-выключатель, одной кнопкой ты выключаешь все, но все равно, на всякий случай, да. У нас много мусорок по дому, чтобы все были пустые, окна проверить, чтобы все были закрыты. Увлажнители, у нас куча тоже увлажнителей по дому стоят, опустошить, помыть изнутри и оставить сохнуть разобранными. И что мы вот внедрили недавно, да, но не знаю, насколько это может быть полезно вам, можно так попросить сделать одного из родственников, если он близко живет и соблаговолит это сделать. Прийти за день до приезда, наполнить увлажнители, потому что, ну, для меня это важно. Я, когда сплю без увлажнителей, я действительно хуже дышу, у меня сразу сохнет кожа, и в период отопления для меня это очень важно, чтобы увлажнители были включены. И поэтому, когда квартира сохнет без нас 14 дней, отопление так или иначе все равно, даже если выключаешь, оно минимально работает, проветривания никакого нет. Первая ночь мне очень тяжело спать, поэтому мы включили такой пункт, приходит няня за один день до нашего приезда. Во-первых, она встречает клининг, это девушка-клинер, которая приходит и просто, ну, делает обычную уборку, все, что накопилось за эти две недели, моет. Ну, просто у няни есть ключи, мы ей доверяем, она наше доверенное лицо, она встречает, провожает. Ну, и сама няня наполняет увлажнители, включить на средний режим, проветрить комнаты, закрыть окна, поставить среднее проветривание в спальне, детской зале. Вот у нас есть такие пункты, и мы, получается, приезжаем уже в такую квартиру, ну, дышащую, знаете, живую. По пути я еще из аэропорта заказываю нам обед или ужин, в зависимости от того, когда мы приезжаем. И чаще всего, знаете, такое возвращение домой суперприятное, когда ты вот так подготовил себя. Красотке, предлагаю ненадолго отвлечься. Вы очень часто меня просите снять видео про мой гардероб, про обновление в одежде, что, откуда я заказываю. И я решила, что весна — прекрасный повод поделиться с вами новиночками. Я заказала одежду от бренда «Манекен». Многие, я думаю, узнали по их фирменному костюму сейчас, по их фирменному значку, лейблу. И давайте я вам покажу буквально три классных образа на весну. Пойдемте к зеркалу, будем стилизовать вместе с вами образы. Но это, девочки, база, конечно, гардероба на весну. Это молочный костюм потрясающего качества. Я его стилизовала анчками, потому что у нас суперяркое солнышко на Урале. Также надела кроссовки. Здесь у меня такая большая сумка-шоппер для всего вообще на свете. Бренд «Манекен» очень любят все и блогеры, и звезды, и стилисты, просто мамочки, даже дети, потому что у них есть детская коллекция. И мы живем на Урале, конечно же, вот так сейчас выйти невозможно, поэтому сейчас будет утепление этого образа. Кстати, худи от костюма «Унисекс», так что подойдет, если что, и вашей второй половинке. А уже штанишки выбираются по размеру, по ростовке. Я в восторге от этой безрукавки. Во-первых, она очень стильная, она такая оверсайз, а на, девочки, на магнитах. Тут есть, конечно, еще молния, если хочется прям, знаете, чтобы плотненько было, чтобы ничего не продувало. Но если хочется быстро закрыться, прям удобно. Я бы назвала этот образ просто на все случаи жизни, когда нужно за секунду одеться, просто взял, надел на себя и побежал по делам. И тепло. Это безрукавка из синтепуха. Итак, второй образ с акцентом на верх, на рубашку. Она стоит отдельного внимания. У меня есть еще такая же красная. В красных оттенках это очень такая сочная клетка. Тоже универсальная вещь в гардеробе. Ее можно надевать стопами. Состав, кстати, у этой рубашки супер уникальный. Там 70% португальский хлопок и 30% лен. То есть она просто вечная, очень хорошее качество. Я прям настоятельно рекомендую вам присмотреться к этой рубашке, вот прям отдельно посмотреть, детально ее на сайте, потому что она стоит того. Посмотрите, какая у нее спина. Тоже довольно акцентная. И здесь, кстати, в некоторых местах специально необработанные швы после стирки они будут давать эффект бахромы. Сейчас надену красную рубашку, вы мне скажете, какая она мне лучше смотрится. На спине здесь вот такая надпись. Девочки, мне очень нравится. И третий самый весенний образ и самый, наверное, для меня нетипичный. Поймете сейчас почему. У меня есть к нему даже дополнение мамы-дочек. Для начала посмотрите, какой невероятный цвет. Это вау, просто любовь с первого взгляда. Я только что впервые надела. Это, опускаемся ниже, свитер, платье. Не выше, а ниже. Ага, это тот момент, когда Саша не определилась. Но мне кажется, черный все-таки всегда прям, даже если убрать сумку. Как бы белый тоже прикольно, но черный будто более грубо смотрится. И хочется будто в дополнение к такому милому нежному образу именно вот погрубее. Мне очень нравится, как я снимаю весь этот обзор на фоне пеленального столика. Это просто моя жизнь. Мне непривычно, но мне очень нравится. Платье такое в стиле гранж. Вот смотрите на мою руку. Я вся в дырках. Так надо. Я уже срочно хочу в этом образе куда-нибудь пойти гулять. Здравствуйте. Сегодня в вашем канале буду тянуть. Я буду вам показать, что я могу делать. Мама, я тебя вижу. Я надела джинсы к этому платью. Тебе удобненько в нем? Да. Мягонько? Музыку. Да. И в станишках? И в станишках есть кармашки. Кстати, что очень важно знать про бренд. Они дают гарантийное обслуживание на каждое изделие. Это сервис просто люкс уровня. Это вау. В общем, девочки, оставляю, как всегда, ссылку в описании. Изучайте изделия поближе. Смотрите образы. Оставлю все, что я сегодня показывала. И, разумеется, я делюсь с вами промокодом. При регистрации вводите в поле промокод PASNOVA. И он вам подарит 3000 рублей на первую покупку. И будет действительным 4 дня после регистрации. Мне уже не терпится, когда я все это буду выгуливать на улице. У нас настоящая весна началась. Но мы с вами возвращаемся к нашему видео про сборы чемоданов. Следующий важный пункт, который я прописала, это обязательная медстраховка. Почему-то очень многие упускают этот пункт, когда ездят, например, по турам. Просто как-то организуют путешествие. И вот этот пункт, типа медстраховка, люди обычно, а, ну, окей. И там делают либо какую-то липовую, либо самую непонятную, которая ничего, если что, не перекроет. Это очень важный пункт. Мы никто, к сожалению, не застрахованы ни от чего. И намного спокойнее, лучше, безопаснее будет, если у вас будет страховка, которая может вам сэкономить огромное количество средств. У нас пока всего один был случай, когда нам понадобилась именно страховка. То есть болели мы в целом в путешествиях немало. Это очень часто происходит, когда особенно там жара, да, какая-нибудь Турция, еще какой-нибудь ротовирус и так далее. Но страховка нам нужна была всего один раз. Это в Мексике, когда у Евы случился ночью вот этот круп, этот кашель сухой, как собачий лай. И он ничем не откашливался. И это было очень страшно. И он просто внезапно произошел. Абсолютно она не болела. И мы тогда вызывали скорую. Вот этот вызов врача, он у них тоже был довольно-таки дорогой. Наша страховка покрыла. Как бы в этом ничего такого страшного нет, даже если бы она не покрыла. Но в целом вот даже подумать. Аппендицит может случиться у всех. И понадобится операция по удалению, например. Ты можешь сломать ногу. И вот эти дни в клинике, которые ты там находишься, все лекарства, врачи. Это все потом может выйти в очень немаленький чек. Далее. Огромное внимание хочу уделить такой вот прекрасной вещи, как travel box. Это наша с Денисом придуманная штука. Не знаю, может быть, кто-то так тоже делает. Но, как по мне, это было гениально придумать такую вещь. Это вещи, которые мы не разбираем из путешествия-путешествия. Они неочевидные. Ты можешь просто даже не додуматься взять эти вещи с собой. Но они также в этот список попадали именно исходя из нашего опыта. То есть мы сталкивались с каким-то моментом. Ой, вот этого не хватает, например. И писали, надо бы добавить вот это вот с собой. И то есть это такие неочевидные вещи, которые, скорее всего, будут пригождаться каждый раз. Вы тоже увидите список из этих вещей в таблице. Но я просто вам хочу наглядно показать. Во-первых, это все очень такое компактное. То есть она немного места занимает. Ну, с учетом того, что у нас обычно, да, несколько больших чемоданов. Мы с детьми путешествуем, поэтому это все важно. Сюда входит, например, тройник, потому что иногда в отелях очень мало розеток, а у нас много оборудования. То, что нужно заряжать, телефоны, ноутбуки, видеоняни. То есть просто вещь, которая нас спасала очень много раз, всего лишь тройник. Также к этой теме переходник. Тоже к самым разным розеткам. Такие вещи, как маленький скотч, нож, перочинник. Ну, правда, вот именно нормальный нож. Очень часто. Нечем, например, разрезать арбуз в номере. Те маленькие ножики или ножи, которые даст тебе от отеля, они не имеют права давать острые ножи. И они дают такие столовые ножички, которым, я не знаю, что можно разрезать, только масло можно намазать. И очень часто нам пригождался нормальный нож, что-то вскрыть. Но это заодно и не только нож. Тут еще открывашка тоже, кстати, пригождалась нам. Ложка для кроссовок. Тоже не всегда в отелях, даже какого бы класса отеля не был, иногда нет ложки. Ножницы, конечно же. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Если мы вдруг что-то купим в другой стране или что-то разрядится, например, из игрушек у наших детей, где нужны эти батарейки, очень тоже неочевидная вещь, это веревка для белья. Особенно, когда ты путешествуешь с маленькими детьми, часто стираешь, а сушить чаще всего негде. Либо там отель дает какую-нибудь небольшую сушилочку, чаще всего не хватает этого пространства. Купальники сохнут. Это как будто пластмассовая проволока, какая-то трубчатая штука. В общем, мне кажется, любая такая веревка справится с этим. Намотали ее, и мы очень часто используем на балконе в номере. И, конечно же, для этой же цели прищепки. Потому что если это произойдет на балконе, то это все может улететь. У нас также вот в Мексике был сильный ветер, и все труселя у наших соседей оказались на газоне. Довольно неочевидная вещь, но тоже очень нужная. Это травяной чай в пакетиках, потому что часто хочется в отеле, например, выпить чай, и идут там в комплекте черный-зеленый. Мы не любим черный-зеленый, мы любим травяной. И тот, который именно вот сами выбираем, там либо ромашку, либо есть бренд травки, где там смородина в составе, мелиса. Ну, в общем, такое все натурель. Мини-упаковочки с солью. Часто в номере просто нет соли. И лишний раз, если не хочешь звонить, или даже бывает позвонишь, они не сразу приносят. Тебе хочется есть гречку сейчас, и мы берем вот такие маленькие упаковочки с соли, которые не занимают места, но постоянно нас выручают. Швейный набор с минимальным количеством каких-нибудь ниток самых популярных цветов. Иголок тоже нередко что-то рвется. Пуговицу какую-нибудь пришить. Я вот так чулки зашивала, когда мы летели на Бали, если вы помните. Свечки для тортика. Вот ситуация была у нас в Турции, когда мы последний раз летали. И я каждый месяц в мире отмечала тортиком. Мы делали такое традиционное видео, где мы задуваем свечку. И вот просто прикиньте, пятизвездочный отель, Турция. Казалось бы, каждый день тут кто-то празднует день рождения. Огромный отель. Я спросила у guest relation, я спросила у нашего личного менеджера, который нам выдал отель, как гостям выдается. За три дня я спросила, есть ли у вас какие-нибудь свечки, и если нет, где мы можем их приобрести. Но я была уверена, что они просто принесут гостям свечку. Блин, они решают такие вопросы, намного более глобальные. Но вот свечку в торт, мне кажется, это изи. Чтобы вы понимали, они три дня искали мне свечи. Все написали, что вот они обычно там, потом, а нет, они все-таки вот там. Спросить у этих, дают мне контакты. Я думаю, в чем сложность? Просто свеча. И так интересно было, что в сам уже день празднования, в мире было, по-моему, три месяца или четыре, мне принесли от разных людей, то есть я писала нескольким уже, мне все там написали, что у них не получается. И именно в сам день получилось у всех, и мне кучу принесли этих свечек. Короче, мы сделали вывод, что постоянно какой-нибудь праздник мы празднуем. Вот сейчас, например, мы летим в Таиланд послезавтра. Так у меня, кстати, и созрела идея снять вам это видео, потому что мы начали опять все собирать. Я снова сказала, боже мой, храни нашу таблицу, и такая, надо поделиться ею. В этот раз, например, у нас там и 23 февраля мы празднуем, и 8 марта. Ну, понятно, что для этих праздников свечки не нужны, но так или иначе, оно у нас лежит. И спички, собственно, в миниатюре. Зубочистки в индивидуальной упаковке тоже нередко пригождались. То есть, видите, все это не занимает много места, но такие вот бытовые маленькие вещички очень даже важны. Также вот эта штука, которая открывает сим-карту, потому что часто в другой стране мы покупаем сим-карты, чтобы там звонить, пользоваться интернетом. Я очень часто использую свои просто сережки, и сережкой открываю, если кто не знал, есть такой лайфхак. Но если там Денис без меня, например, ему-то нечем открыть. Здесь оказалась в этом списке силиконовая смазка для дверей. Тоже это я помню после Турции нашей поездки, потому что там очень сильно скрипели двери. Вот тоже, казалось бы, хороший отель. Как такие могут быть моменты? Еще мешочки вам не сказала. Про мешочки обычные, одноразовые, очень часто пригождаются положить какое-нибудь яблоко, мокрое что-нибудь, например, в сумку положить. Так вот, скрипела очень сильно дверь. Мы даже приглашали специалиста ее смазать, но у него не вышло, а вот наша смазка пригодилась. Спасательный какой-то набор. Если бы он продавался на Wilder, мне кажется, у него были бы огромные продажи, потому что он реально на все случаи жизни, я уверена, будем еще его пополнять. Напомню, что он же также списком есть в нашей таблице, которую вы увидите в описании. Следующее, про что я хочу поговорить, это про ручную кладь. И что я вам хочу сказать в самом начале, это то, что ваша ручная кладь должна быть такой, чтобы вы с ней, только с ней, могли прожить, если что, вот столько дней, сколько вы запланировали быть в путешествии. Ну, то есть, чтобы там было базово, минимально все, что вам необходимо. Это я к слову о том, что многие там все деньги кладут в багаж, все документы, ну, оставшиеся какие-нибудь ноутбуки. Ну, то есть, все, что может пригодиться потенциально, не только может, да, а все, что будет необходимо. И очень важно, если вдруг ваш багаж потеряется. Конечно, об этом не хочется думать, и, если честно, за все эти полеты у нас не случилось ни разу такого, чтобы наш багаж где-то затерялся, задержался. Но такое может произойти, и именно поэтому в ручной кладе, как бы не хотелось ее себе облегчить, мы все равно перевозим все самое необходимое, все документы, все деньги, ноутбуки с зарядником сразу, потому что зарядник иногда как блок хочется запихнуть в багаж, но все-таки нет. И про конкретно ручную кладь, те лайфхаки, те моменты, которые лично мы для себя открыли. Почему я про гречку заикнулась? Мало того, что мы гречку берем с собой пакетами, неважно, куда мы ездим, дней через 7 нам хочется сделать гречку, реально. Но мы очень любим гречку. Не то, чтобы мы питаемся одной гречкой, но чаще всего, когда ты оказываешься в другой стороне, там, другая кухня, ты хочешь чего-то своего буквально там через 7 дней. И когда у тебя просто взята с собой гречка, но она ничего не стоит, да, места много не занимает, мы берем ее в пакетах сразу же варочных, но в ручной кладе, девочки. Хочу с вами поделиться таким комбо-сочетанием. Это термокружка, внутрь мы кладем варочный пакет вот с гречкой, маленькую баночку или мини-упаковочку с солью, и закрываем это крышкой. И в самолете очень часто, во-первых, кормят ужасно. Иногда ты можешь просто пропустить перекус или еду, просто ты будешь спать в этот момент, и все. Потом, например, еда закончилась, и ты уже не можешь ее взять. И на этот случай у тебя есть такой паек, сухой паек. А еще всякое может произойти с самолетом. Вы можете где-то встать на пересадку, на дозаправку. Происходят самые разные случаи, и вот я по себе запомнила, особенно в путешествии с детьми, еды с собой вот, ну, не надо бояться брать. Вот именно каких-то перекусов, которые помогут утолить голод вот моментально. Ну, гречка, это, конечно, идеальный вариант. Что мы делаем? Вот этот варочный пакет, несмотря на то, что гречку нужно варить 15 минут, она прекрасно заваривается в течение 30-25 минут под кипятком. Вы просто отдаете проводнице. Какой проводнице? Стер, да? Термокружку. Туда закидываете сразу гречку, соль, там масло можно с собой взять одноразовое, которое в мини-упаковочке. Она просто заливает кипятком, вы закрываете. То есть важно, чтобы это была термокружка. Там формируется вот эта вот почти 100 градусов температура, она вся пропаривается и получается вкуснейшая рассыпчатая гречка. Она выручала нас всегда, вот буквально всегда. Даже когда мы летели Эмирейтс и кормили нас там два раза и потрясающе кормили, Ева не хотела эту еду и она ела только эту гречку с маслом. У нас немножко поела там овощей и окей. Потому что нам подали еду в таких соусах. Ева не любит соусы. Ну, короче, гречка реально ван лав. Что еще из важного про ручную кладь? Брать с собой мини-аптечку из таких, знаете, самых экстренных вещей. Это болеутоляющее, это жаропонижающее, это антигистаминное и это сосудосуживающее, например, капли. Ну, у каждого там какие-то свои еще детали. Конечно, если кто-то диабетик, понятно дело, ему нужно брать с собой инсулин. Если у кого-то астма, нужно брать с собой там аспиратор или какие-то штуки. Но вот такое базовое, мне кажется, нужно брать всем. Обязательно мы берем жвачки с ксилитом или леденцы с ксилитом. Это на момент посадки и взлета, когда нужно много жевать, потому что происходит разница в давлении и втягивается наша барабанная перепонка. Очень часто детки жалуются, потому что для них это просто неприятные ощущения. И взрослый сам интуитивно начинает сглатывать, зевать. Ну, в общем, помогать себе вот раскладывать уши. А ребенку это не объяснить. Иногда воду они отказываются пить. И тогда можно дать вот этот леденец, жвачку. Почему мы берем с ксилитом? Потому что это будет еще и полезно для зубов. То есть это и так вкусно, и так прикольно, но еще и не вредно для зубов. Если мы говорим про путешествие с ребенком, для себя мы вывели идеальные такие вот гаджеты, помощники. Если ребенку до двух лет он сидит с вами на одном кресле, то это такая штука под названием гамак. Недорогая, она продается на маркетплейсах. Она крепится за впереди стоящее кресло. Да, в таком случае классно, если вы не на первом ряду, а есть кресло впереди. И вы крепите этот гамак за кресло. И ребеночек, ну, например, у месяцев 6, месяцев 8, он принимает лежачее положение. И это все происходит как бы на весу. Вы можете с ним что-то делать, даже играть. Не все время на руках. То есть, понятное дело, что так или иначе он будет где-то сидеть, вы его будете в позе колыбельки брать, он может лечь между вами с мужем, на ногах на ваших расположиться. Но, как по мне, этот гамак это вообще идеальная штука, чтобы не все время быть на руках. Потому что это и сложно, и тяжело, и руки потеют, и ребенок устает. И просто ты меняешь позу. Когда ребенку уже больше двух лет, у него есть свое кресло, свое сидение, тогда ему нужно организовать какое-то пространство, где он будет спать. И обычно для этого очень хорошо помогают такие гамаки. Это самый бюджетный вариант. Гамаки, которые продлевают место, продлевают сидение. Этот гамачок натягивается тоже на впереди стоящее кресло. Такую же функцию играют надувные такие матрасы, которые полностью занимают вот это вот пространство в ногах. Но для меня это такой небольшой минус, потому что гамак, он просто натягивается, да, и малыш может при этом лечь, вытянуть ножки, и ножки не будут на весу, он может там лечь, как ему удобно. И внизу у вас таким образом остается свободное пространство. Расположить рюкзак, ручную кладь, какую-то обувь, там что-то еще. А если это надувная вот эта штука, то она просто занимает с собой все пространство, и вы туда ничего уже не поставите. Но мы для себя нашли еще более классный вариант. Это такие чемоданчики для деток, специально для ручной клади, которые и так сами по себе являются хранением. То есть ты можешь уже на ребенка, когда у него есть отдельное место в самолете, ты можешь для него брать ручной клад. Чаще всего такие чемоданчики можно еще за собой катать и сажать на него ребенка по аэропорту. Аэропорту? По? В аэропорту. Таким образом можно скоротать время, немножко развеселить ребенка. Он может сам покататься, поотталкиваться. И в целом, когда вы ждете очередь какую-то, он может на нем посидеть. Это как бы спасение, да? Это его одна функция. Вторая функция это то, что хранение. То есть все игрушки, все, что нужно для ребенка в самолет, вы можете расположить там. И третье, что очень классно, не знаю, есть ли во всех таких чемоданчиках, но в нашем отстоке есть, это то, что он переворачивается, его крышка разворачивается и увеличивается в пространстве, как раз таки создавая то самое пространство для ног. То есть оно является удлинителем, так сказать, сидения для ребенка. И если вы откинете спинку кресла у ребенка, у него будет практически идеальное пространство для сна. Либо он может лечь головой на ваши колени, а ножки свои положить себе туда. Ну то есть подумайте об этом заранее, что вы можете придумать такого для своего ребенка, чтобы ему было комфортно спать. Также не могу не сказать про наушники для ребенка. Оставлю на них ссылку в описании под этим видео. Они Bluetooth наушники, то есть никаких проводов не надо. Мало того, что они служат таким заглушителем всего шума, что есть в самолете, в этот шум входят также и крики других детей. И иногда очень обидно, когда кто-то кричит, а твой ребенок спит, и твой ребенок начинает просыпаться, потому что кто-то кричит, тоже начинает плакать. Ну короче, очень классно, когда вы можете сделать так, чтобы он просто этого не слышал. И надеть такие наушники, то есть они шумоподавляющие. Ну и вторая их функция, это конечно то, что они подключаются к телефону. И для нас это крайний случай, когда мы уже во все переиграли, все устали, можно посмотреть мультики. Мы скачиваем с собой мультики, и Ева может посмотреть, никому не мешать, хорошо при этом слышать. Что еще важно, прописано у меня поручной кладезь с детьми особенно, это одевать их изначально в удобную одежду, то есть не красивую одежду, типа мы там едем в полет, там давай в платье, а удобную максимальную одежду, чтобы было легко ребенку снять, если надо пойти в туалет, чтобы он там мог там активничать, где-то ползать, просто где-нибудь в проходе, я не знаю, сколько у вас будет полет, например, длится. Мы когда в Мексику летали 17 часов, там все в ход шло, и по-моему, три сменных комплекта одежды я брала, точнее, два сменных комплекта, и в одном Ева ехала, и все пригодилось. То есть это тоже важный пункт, что с собой сменные футболка, например, штанишки, и носочки обязательно, потому что ребенок чаще всего говорит, я буду ходить без обуви, и он ходит там в носках, например, по-любому на что-нибудь наступит, где-нибудь их промочит, и нужно будет сменить носки. Игрушки тоже удобные, что я имею в виду удобные, не пазлы, например, то есть то, что не развалится, и вам не нужно будет потом 3000 лет искать по салону, в общем, что-то компактное, удобное, там, чтобы вы могли порисовать, чтобы вы могли чем-то занять ребенка, и в идеале что-нибудь одно новенькое, то есть чтобы он прям это увидел только в самолете. И наш мини-совет заранее об этом не говорить, потому что он не дождется уже и будет говорить, а что там, а что там конкретно новое? Лучше уже сесть, когда успокоился, и вот ты достаешь новую игрушку, время проходит, чтобы он порадовался, еще время он будет с ней играть, у вас будет пока время просто выдохнуть, немножко успокоиться, заняться своими делами. И про еду, да, я сказала, что вот не бояться взять лишнее, пусть что-то это будет удобное, компактное, какие-нибудь, например, питательные батончики, в мини-контейнерах или вот в таких пакетах очень удобно, зип-пакеты прозрачные, там, например, огурчики порезать, перчик, морковку, орешки, яблоко, то, что будет удобно есть и то, что вас спасет, если вдруг что-то произойдет, у вас, да, какая-то внезапная произойдет пересадка или ребенок откажется есть еду, которая будет подаваться в самолете, ну и взрослый может отказаться есть, там иногда такой трэш выдают, так что на всякий случай тоже проговорю, что в этой табличке большой нашей для путешествий тоже есть раздел ручная кладь, но я решила проговорить некоторые вещи именно вот для детей, касательно детей, ну и вообще, скорее всего, конечно, я что-то сегодня в этом видео упускаю, что-то я не вспомнила, не скажу сейчас, потому что это уже, например, не актуально, но, скорее всего, есть в этой табличке. И знаете, что я вам хотела еще проговорить про конкретно багаж, тоже бессмысленно мне сейчас говорить, например, какие вещи конкретно брать, разумеется, каждый берет то, что ему необходимо, из одежды, из косметики, украшений и так далее, то есть это скорее, сейчас было бы такое болтологичное видео, где я бы показывала свою одежду, которую я беру, и то она бы отличалась от путешествия-путешествия, но есть общие принципы, которым я следую каждый раз. Первое, это складывать вещи образами и собирать их изначально образами, это очень сэкономит вам время в путешествии и, скорее всего, сэкономит место в чемодане. Что я имею в виду? Вот вы пришли собирать чемодан, открываете свой шкаф, и, ну, это я возьму, это я возьму, это я возьму, это я возьму, и, скорее всего, набирается куча малан, неизвестно сочетаемая между собой, или, может быть, там будет два всего лишь низа и десять верхов, может быть, там будет недоставать какого-то элемента, например, солнцезащитные очки можно вообще забыть, ну, хотя, если вы посмотрите наш список, нашу таблицу, вы не забудете их, потому что там есть реально все. Поэтому, как я делаю? Я, например, изначально достаю вещи, которые мне хочется, вот я визуально понимаю, вот мне бы хотелось их взять с собой, а потом я составляю из них готовые образы и в идеале прям фотографирую себя в зеркале, либо фотографирую на ковре разложенные образы с ними. В идеале создать какой-то капсульный мини-гардероб, который ты возьмешь с собой, чтобы как можно меньше было вещей, не сочетающихся друг с другом. И вы заранее сразу же фотографируете этот образ с обувью подходящей, потому что тоже бывает, взял с собой только сланцы, сандалии, а, например, взял вечернее платье и уже только в отпуске понимаешь, что ты не взял подходящие там, может быть, туфли или какие-то красивые сандалии под это конкретно платье и просто так свозил его, занял место в своем чемодане. А если ты заранее сделаешь фотографии образов, сделаешь себе там 10 образов, ты поймешь, во-первых, что тебе так много вещей не нужно с собой, что вот ты нафоткал себе на все дни практически что-то разное. И также украшения туда. У меня есть такой мини-органайзер, недавно буквально себе его приобрела. Вот так он выглядит. Я сюда планирую положить и все сережки, которые буду носить, их немного, сразу же говорю. То есть я не возьму с собой очень много подвески, браслеты, то есть все украшения у меня поместятся здесь. Я знаю, что есть удобные органайзеры вот такие вот, которые вот так вот раскладываются как книжечка, и там ну прям вообще можно с собой все богатство взять, но мне нет смысла, потому что я не хочу так много брать, никогда не беру с собой много, то есть в целом мне достаточно двух-трех там каких-то комплектов, и мы мягко-плавно как раз с вами переходим к теме косметичек, как по моему опыту удобнее всего складывать вещи. А очень просто, очень просто. либо вот в таком формате это сетчатые прозрачные пакетики, которые вот так затягиваются. Сюда можно удобно положить белье, одежду для ребенка, потому что, ну как раз вот по темам, например, только бодики сюда, только трусики, только штанишки. И так все видно от того, что они прозрачные. Либо же вот такие зип-пакеты, они бывают тоже разных размеров, и здесь можно подписать, вот я на примере аптеки вам показала. Аптеку очень удобно собирать именно в таких пакетах. Но на самом деле не только аптеку, вот просто все вещи по категориям. Вы выпускаете из него весь воздух, вот так вот, и закрываете, ну то есть, чтобы не формировалось там много воздуха. Хочу вам показать нашу аптечку. Может показаться, что здесь очень много всего, но когда ты переболел две недели всей семьей, всем подряд с осложнениями, подстраховываешься на всякий случай, тем более в другой стране, уж лучше нам все это не пригодится. Ну в общем, здесь самое такое ценное, что я хочу показать, это то, что, во-первых, все видно, да, сверху, и во-вторых, все поделено по категориям и подписано. То есть, ты не должен искать в куче препаратов, нужные тебе, если тебе нужен всего лишь там перекись водорода, например, нужна. Это сразу же вот отдел жидкости. Отдельно нос, отдельно ЖКТ, отдельно инструменты, то есть, всякие градусники, бинты, пластыри, уши отдельно, горло, жаропонижающее, обезболивающее и портативный ингалятор. Еще один спойтхак покажем, как из такой тубы, если мне с собой нужно взять совсем чуть-чуть, можно перелить вот в такую малышку. Нет, сначала... Давай, в голубую. Малышка. Малышка. Смотри, как много места мы будем экономить, да? Малышка. Угу. Вместо большой тубы. Малышка. Малышка. Я напечатаю, знаешь, что сначала? Гель для умывания. Гель для умывания. Показывала вам уже этот принтер, точнее, вот так вот нужно приклеивать. Гель для умывания. Гель для умывания. приклеиваю. Я его единорога люблю. И теперь приклеиваем на мою бутылочку. Гель. Чисто на опыте мы сами себе сделали такой вывод, что хорошо бы оставлять процентов 20 пустого для того, чтобы подарки привезти, купить или хоть что ты точно купишь на отдыхе, чтобы это поместилось и ты обратно это спокойненько довез. Потому что у нас было уже много раз случаи, когда мы докупали чемоданы, потому что просто не помещались вещи. У нас вообще есть целый блок, вот такая корзина. Я вам, кстати, ее показывала в видео про покупки для дома. Это просто целый блок с косметичками для путешествий. В них действительно удобно складывать. Но, знаете, важно, мне кажется, соблюсти вот такой момент, найти золотую середину там, где уже вот эти контейнеры не будут занимать полезное пространство. То есть они должны упрощать вам жизнь, а не усложнять. Если они так много места занимают в вашем чемодане, что как будто становится меньше места для самих же вещей, то они не спасают вам жизни, они не упрощают вам ее. А вот этот, например, очень легкий формат, тоже продается на маркетплейсах. Они вообще супер легкие, супер тонкие и тоже сетчатая вот эта часть. Наглядно видно, можно сюда положить, например, несколько пеленок. Ну, это я для малышки, если сразу думаю про миру. Или вещи для Евы. У нас много таких именно косметичек прозрачных и все сразу по разделу. Это также удобно, чтобы вы, когда прилетите на место, вы могли просто так же блоками все разложить и будет супер компактно. Я видела даже, что некоторые берут, знаете, разделители такие более твердые, ну, то есть прям с разделением внутри, такие прям боксы, и туда складывают одежду. Но там реально толстые стенки. Мне кажется, вот этот момент не очень удобный тем, что он занимает очень много места и остается меньше полезного пространства. А оно так важно в чемодане, да? Но, скажу честно, удобно тем, что ты просто взял этот блок и вытащил в шкаф, там, в отеле, куда ты приехал и там уже изначально на сектора все разделено. Тут носочки, например, у ребенка, тут штанишки, тут бодики и так далее. В целом, возможно, это удобно, если не так сильно много вещей и реально в этот короб поместится все. И если у вас в чемодане нет цели сохранить каждый миллиметр, то мне кажется, это тоже классный вариант. И еще один такой мини-пункт, просто вам даже на подумать, он тоже есть в таблице у нас прописано, но на всякий случай проговорю. Заранее узнавать, есть ли какие-нибудь, например, фасттреки в вашем вот этом пути от стойки регистрации до нахождения уже в самолет, особенно в других странах. Потому что очень часто нам кажется, ой, там, фасттрек это очень дорого, скорее всего, там, только какая-то элита ходит туда и так далее. Но мы на своем опыте несколько раз убеждались, что эта сумма, которую ты платишь за быстрый проход, чтобы не стоять и не ждать 100 человек в очереди, намного окупает твои нервы, твое время, твое состояние и просто лишний раз можно спрашивать. Во многих странах позволяют с детьми до трех лет, например, проходить без очереди. Я не считаю, что это плохо, что мы там пользуемся ребенком в такие моменты. Мне кажется, это адекватно и это на самом деле хорошо для всех, потому что этот же ребенок не будет так изнеможден на период этой очереди, не будет орать, не будет отвлекать всех вокруг. И на всякий случай отдельным пунктом проговорю, какая у нас коляска, которую мы просто обожаем. Она подходит в ручную кладь, то есть ее прямо можно не сдавать у трапа. Мы ее, конечно, не сдаем в багаж. Она вот просто у нас с нами от самого взлета до посадки. Ну, короче, она все время с нами, потому что она супер маленькая. И я знаю самые разные коляски. Как по мне, это лучшее. Эта коляска складывается просто в супер маленький такой вот мешочек. При этом она имеет полностью 180 градусов положение, что для меня было важно, чтобы малыш мог спать именно горизонтально. И эту коляску мы в дальнейшем используем в путешествии, как транспорт, который постоянно возит ребенка. И она спит в этой коляске, поэтому мне важно было, чтобы там не вот такое было положение, особенно, когда ребенок еще сам не сидит, а 180 градусов. Также она делается с наклоном сидячим. Там есть серия небезопасности, все окей. И она безумно маневренная, она легкая. И у нее еще классный отдел внизу. Это, в принципе, все, чем я хотела поделиться сегодня. У меня не было цели диктовать вам вот так вот список. Для этого у нас есть таблица, повторюсь, пятый раз. Оставляю ее в описании. Я уверена, это будет очень полезно. Это прям кладезь информации. Там же будет, кстати, список нашей аптечки. Тоже очень многие спрашивали, что мы берем в путешествие, потому что всякое бывает. Вот недавно закончились две адовые недели, которые реально у нас такого в жизни не было. Болели просто все по кругу в нашей семье. Мы уже под вопрос поставили поездку вообще в Таиланд, вылет. Но благо все закончилось, все хорошо. Но просто как много разных препаратов понадобилось в этот раз, какая была просто ужасная бактериальная инфекция. И мы реально с собой берем очень много. Лучше, пусть не пригодится, чем мы будем там на месте где-то бегать, искать. И тем более, точно таких же препаратов может там и не быть. И знаете, чем я хочу закончить это видео? Тем, что очень часто вся эта романтика поездки разбивается о стресс и напряжение на вот этих пунктах до уже самого прилета в место назначения. А именно это аэропорт, посадка, самолет. Особенно, когда вы с детьми, вы переживаете, что они там будут кричать, будут нервничать, вы начинаете там ссориться, спорить с мужем, припираетесь, происходят какие-то моменты, которые вы не планировали. У нас такое было миллион раз. Ну, то есть вот моменты, которые мы не планировали, моменты, которые заставляли нас ждать, заставляли тратить лишние средства, лишние там нервные клетки и так далее. И вот мой вам важный, мне кажется, самый важный совет просто выдыхайте, старайтесь не создавать лишнее напряжение. Его и так много, потому что это довольно стрессовое событие. Для многих путешествия это не ежедневная такая рутина, да, то есть там много нового для мозга, но много нового. И это всегда стресс, это всегда где-то лишняя тревога, где-то ты что-то боишься упустить. Просто старайтесь выдыхать, старайтесь расслабляться, лишний раз не поддаваться на провокации. Если у вас возникает какой-то спор там с партнером, лучше оставьте обсуждение этого на тот период, когда все уже устаканится, вы успокоитесь. Потому что у нас было много, например, раз такого, что вот на фоне какого-то стресса, на фоне события, которые мы не предугадали, мы начинаем с Денисом припираться, мы начинаем портить в моменте отношения, настроение друг к другу. И в итоге у нас и недостаточно времени, чтобы разрешить этот конфликт сейчас нормально. И мы не в лучшем настроении, потому что все равно пересадки, там полеты, ты уставший, много чего нужно контролировать. То есть ты не в адекватном состоянии, чтобы прям сесть, так и поговорить. И мы сделали вывод, что мы просто не обсуждаем никакие там серьезные темы, мы начинаем припираться, мы как бы ставим на паузу вот этот момент, мы ставим на паузу эту проблему, и потом, когда все уже будет хорошо, когда мы будем в нормальном состоянии, настроении, мы спрашиваем друг у друга, ты готов это обсудить? И начинаем обсуждать. Потому что это все равно неэффективно. Вот и все. Я всегда, когда мне выдается минутка в путешествиях, особенно с ребенком, просто прикрываю глаза, просто начинаю дышать, чувствую свое тело, вдох-выдох, замедляется немножечко уже сердцебиение, уже немножечко идет расслабление, и спокойная мама, спокойный ребенок. Очень часто мы просто себе много накручиваем. Я вам желаю прекрасных и приятных полетов, путешествий, и очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Ну, вы делитесь, конечно же, в комментариях своими находками, открытиями, лайфхаками. Я буду очень рада, чтобы у нас была с вами такая вот беседа, чтобы мы, зайдя в наши комментарии, могли открыть для себя что-то новое. Благодарю вас, и увидимся с вами совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова